Приветствую вас, Виктор. Я отвечу вам на первое сообщение, пожалуй, только потому что много страниц, темы. Буду я очень долго в таком случае читать, мне кажется, что в первом сообщении вы изложили суть. Вот, свои проблемы достаточно хорошо. Смотрите, с точки зрения профессиональной психотерапии, дело обстоит следующим образом. Во-первых, вашу боль, которую вы испытываете, я прекрасно понимаю. Вам мои слова, может быть, покажутся шаблонными, но, тем не менее, я прекрасно понимаю ваши чувства. Я не считаю, что вы должны уметь переживать боль, я не считаю, что вы должны все это зажимать в себе напротив. Я считаю, что подобная ваша реакция, подобное ваше переживание, что вы не можете жить без двух человечков, как вы пишете, это весьма и весьма показательный момент, показательный, в первую очередь, в том, что вы зависимый, что вы созависимый партнер. То есть, несмотря на то, что вы ссорились, несмотря на то, что вы со своей женой ругались, вы все же достаточно сильно зависите и от жены, и от ребенка. И, как правило, ссоры, как правило, ссоры, они возникают именно у созависимых партнеров больше всего, потому что, ну, с большей вероятностью, потому что все-таки именно созависимый партнер испытывает наибольшие трудности в определении личных границ между собой и другим человеком. Вот. И, в общем-то, движение и в сторону сближения, и в сторону отдаления достаточно трудно. Поэтому то, что вы и так все сильно переживаете, то, что вам больно, это само по себе является психологическим симптомом, это само по себе является психологическим фактором. И психотерапевтически на это нужно в первую очередь обратить внимание. Почему вам больно? Как вы восприняли тот факт, что она вас выгнала? Жена, я имею в виду. То есть, испытываете ли вы, например, унижение, что вас выгнали? Или вы чувствуете себя брошенным, покинутым, ненужным? Или, вот как вы говорите, что вы согрешили, об этом я еще, об этом я еще скажу тоже. Вот. То есть, какие здесь чувства? Их нужно раскрыть. Их нужно вам для себя осознать. Мне кажется, что боль свою вы пытаетесь подавить. Виктор, это естественная реакция, естественная, но абсолютно деструктивная. Потому что ничего хорошего, исправления боли нет. Другое дело, что переживать боль одному действительно тяжело. Лучше все-таки ее переживать с кем-то и лучше это делать со специалистом. Вот. Но еще раз повторю, ваша боль, это очень серьезный психологический фактор. Это свидетельствует о том, что, возможно, изначально свои отношения вы выстраивали не совсем адекватно, не совсем здоровыми. Вот. Дальше. Вы пишите, что у меня была семья до сегодняшнего дня. Вообще, этот момент, что у вас была семья до сегодняшнего дня, и то, как поступила, образно говоря, ваша жена с вами, наводит меня на очень серьезные подозрения относительно того, что, вероятно, семьи у вас уже давно не было. То есть, да, ребенок, ребенок, безусловно, есть, ребенка, безусловно, вы оба любите, я не сомневаюсь, что вы прекрасные родители. Опять же, без тени, без тени лицемерия, без тени какого-то сарказма. Вот. Но, понимаете, если человек, в данном случае супруга, готов, вот, по сути, ну, вот, таким вот легким движением, да, перечеркнуть все, что между вами было, да, то есть, перечеркнуть, по сути, ну, ваши отношения, да, оставить ребенка без отца и так далее. То есть, если супруга ваша готова это сделать, а она, судя по всему, готова это сделать, да, она это уже это сделала, по сути, вот, то, ну, у меня лично есть вопросы, и вопросы достаточно серьезные относительно того, насколько у вас все же была семья, и не путаете ли вы эту семью, ну, свою семью с чем-то другим. То есть, есть подозрение, что у вас либо имел место очень застарелый конфликт, который, по сути дела, вот, вызрел, вот, вызрел в этой ситуации, да, вот, либо, либо у вас, ну, семьи не было уже давно. Ну, как бы это вот печально не звучало, но это так, потому что, еще раз хочу повторить, просто чтобы вы, просто чтобы вы понимали, что семья, да, это устойчивое, все-таки, образование, как бы, кто бы, как бы, что ни говорил. И запас прочности какой-то у семьи, мне кажется, всегда есть. То есть, ну, в конце концов, то, что вы делали для супруги, то, что вы делали для ребенка, все это, как бы, должно иметь какой-то вес, а супруга просто взяла и вас выгнала. Вот. То есть, это свидетельствует о том, что ваши отношения не обладали той прочностью, которая, ну, вот, на самом деле вам представлялась. Вот. Я, конечно, не знаю всех деталей, но с точки зрения профессиональной психотерапии выглядит так, что ваша жена либо искала поводов для того, чтобы от вас избавиться, либо она очень категорична, очень принципиальна, очень догматична в плане суждений и своих, как бы, критериев. В таком случае, ну, этот человек достаточно гордый, кроме всего прочего, и здесь, как бы, можно биться сколько угодно головой об стену, но можно так ничего и не добиться, так ничего не, можно будет долго пытаться, но вы ее не вернете, потому что она просто из принца слова плакать будет, да, она будет плакать, она будет, там, понимать, что все, как бы, что, ну, просила, что поняла, что все, но не вернется. То есть такие вот люди бывают, до такого доходят, понимаете, вот, как бы, ну, 33 года измениться можно, но здесь, конечно, такой вот аспект, поэтому это, пожалуйста, нужно учесть. Дальше, вы пишете, наши отношения были не слишком идеальными, много ругались, высказывали друг другу, однажды даже расставались на 3 плюс месяца, но худо-бедно жили. Вот это еще один очень важный момент, Виктор, много ругались, высказывали друг другу и однажды даже расставались на 3 плюс месяца, то есть у вас были проблемы, то есть эти проблемы никак не решались, судя по тому, что вы расставились, и ваша жена, она была готова к тому, судя по всему, чтобы с вами расстаться, чтобы с вами развестись, она к этому была готова. Я не знаю, что произошло, но совершенно очевидно, что более старые проблемы, более застарелые проблемы, в кульминации вашей ситуации, когда она вас выгоняла, далее я себе знаю. Дальше, то есть тут нужно исследовать, из-за чего вы ругались, из-за чего были ссоры, почему, даже, то вот вы даже на премии страшались. Что значит худо-бедно жили? Худо-бедно жили, это жили плохо. В период нашего расставания я дал слабенье, начал общаться со своей бывшей девушкой, думал, что с нынешней все закончено, так как она подавала на развод, сказала, что никогда меня не любила, но ни в коем случае не обрадовала себя, дураком, без слов и так далее. Ну вот очень плохо, что вы себя ругаете, потому что, то нет, я понимаю, почему вы себя ругаете, вы себя ругаете, потому что у вас такое стойкое ощущение, что вы потеряли вместе с женой и ребенком, это для себя очень важно, а скрытывая себя обвинять. Но, как бы, я бы сказал, что здесь желательно смотреть в сторону того, что вы потеряли, потому что это очень важно, а не ругать себя и горить. Вот. А дальше, начинайте общаться со своей бывшей девушкой. Вот смотрите, теперь мы подошли к теме греха. Вы говорите, что вы дали слабину. Почему вы считаете слабостью? Если это слабость, то почему вы считаете, что ее быть не должно? Не должно. Вы говорите, что вы дали слабину и начали общаться с бывшей девушкой, потому что, потому что, потому что, потому что. Вот. Вы пишите, что был молод. Как это связано с тем, что вы сделали? Простите, а в 27 лет это все уже старый человек? А ваша жена тогда кто? Кстати, вы говорите, что супруга немного старше на 6 лет. Я бы не сказал, что это прям немного. Тут вот тоже хотелось бы узнать то, как вы относитесь к возрасту своему и относитесь к возрасту, ну, других людей. Вот. Значит, вы начали общаться с бывшей девушкой, потому что вам чего-то хотелось. Вам желательно признать то, в чем вы нуждались. Вам это, вам нужно признать, что у вас это есть и интегрировать это в вашу психическую организацию. А пока что, вы это отрицаете. Вы обвиняете в этом себя. И жена ваша, она чувствует, что вы себя обвиняете. Она знает, что вы себя обвиняете. Отчасти поэтому она так себя и ведет. Дальше. Так. Потом все же понял, что не могу жить без своей супруги и дочери, приложил все усилия, чтобы вернуть наши взаимоотношения. Опять же. Что значит приложил все усилия, чтобы вернуть наши взаимоотношения? Не один только человек возвращает взаимоотношения. Над этим работают оба партнера. У меня такое ощущение сложилось, что ваша жена вообще не работала над тем, чтобы вернуть ваши взаимоотношения. Простите, могу ошибаться. Тут у меня нет такого ощущения, что она вообще хоть что-нибудь делала для того, чтобы ваши взаимоотношения стали хорошими. Может быть вы дальше там в теме раскрываете этот момент. Но здесь, судя по первому посту, у вас этого нет. У меня ощущение, что только вы стараетесь что-то делать. Также нет у меня ощущения, что в процессе, как вы вернули взаимоотношения, были выработаны какие-то решения, были приняты какие-то соглашения, простите за такую немного официальную терминологию. Вот. Но без этого, то, что вы вернули свои взаимоотношения, ничего не знает. От слова совсем-совсем. Дальше. Так. Про измены из бывшей промолчала, полностью обработал себе контакт, так и сказал, что возвращая жене и ребенку. Вот. Но хотелось бы спросить, почему промолчали про измены? Если ваша жена сказала, что подает на развод и что никогда вас не любила, ну, это, соответственно, нужно было обсудить. И в контексте этого, тут же сказать и про измену. С другой стороны, очень важно, то, как вы говорите про измену. Про измену можно говорить в контексте того, что вам хотелось, в контексте того, что вам было больно. Понимаете? Почему вы считаете, что вы дали славину, изменив своей жене с бывшей девушкой? Для меня загадка. Кстати говоря, изменой этой, изменой это назвать нельзя, потому что вы расставали. Другой вопрос, почему вы расставали, другой вопрос, что какой там был контекст и как жена ваша воспринимала расставание. Это другой вопрос. Дальше. Просло уже около двух лет, на Новый год звоните неизвестный номер в трубке, пьяный, веселый голос, ты мне за что ответишь, я поломаю тебе жизнь. Ну, подумал, я напился, кто-то перепутал номера, но оказалось, что это произназначалось именно мне. То есть, вы, видимо, за своей бывшей девочкой поступили так, что она захотела вам отомстить. Ну, не получается. У вас, очевидно, расставаться так, чтобы не оставалось у партнёра обид. Тут очень нужно разбираться, как вы себя ведёте с велито с неотбившей девочкой. То есть, почему вы говорите, обрубился контакт и сказал, что возвращаешь жене ребёнку. Возвращаешь жене ребёнку. Супер. Но это можно было подать правило. Это можно было подать адекватно, так, чтобы у девочки, чтобы девочка два года не решала вам отомстить. Это означает, что ей на вас, как на личность, плевать. Дальше. Днём 1 января моей супруге звонит та же девочка, откуда у этой девочки номер вашей супруги. Как раз бы знать. И, конечно, для рассказывать о том, что у нас были отношения в период расставания с женой, и все речь с кримскринами о переписке двухгодичной давности. Ну, теперь же, друзья, жена меня вытянула без слёз и соплей. И добавила фразу, назад дороги нет, не люблю. Вот как вы думаете? Её любовь моментально исчезла после того, как вы выпускал канал узнала, что у вас два года назад во время расставания с ней был секс с другой девушкой. Что вот у неё была любовь, и она тут же пропала. Ну, вы правда так считаете? Без слёз и соплей, говорите вы. Я, правда, не понял, кого слёз и соплей, жены или вас. Но если жены, похоже на расчёт. Похоже на расчёт. Очень сильно похоже на расчёт. Я не обвиняю ни в чем вашу жену. Я не обвиняю ни в чем вас. Я просто пытаюсь дать свою оценку с точки зрения профессиональной психотерапии. Конечно, ваша жена может быть человеком таким достаточно принципиальным. Это безусловно. Но в таком случае, если вы знали, что она принципиальная, то вы знаете, что из этого следует. Дальше. Я пытался исправить, пытался сказать, что именно вы пытались исправить. Непонятно, что это было в период нашей расстания, когда всё уже практически закончено, но нет, это было категорично. А я не хотел устраивать сын при ребёнке. Ну, слушайте, вы могли за другу отвезти, вы могли съесть ребёнка, могли с ребёнком уйти, дать ей возможность успокоиться. Очень много вариантов вы сделали то, что сделали. По сути, вы сбежали. Опять же, я вас не обвиняю в том, что вы это сделали. Возможно, ваша жена страшно в гневе, возможно, вы себя слишком сильно вините, но, тем не менее, вы сбежали. И у этого решения также есть основания, которые вам, в первую очередь, нужно выяснить для себя. Так, жить без них не могу. Ну, вот, это созависимо. То есть, как бы, понятия, что ничего хорошего нет в том, что вы живёте без жены и ребёнка, но не могу. Это созависимо. Это ощущение своей собственной неполноценности без жены и ребёнка. Кроме того, жена не имеет права лишать вас возможности видеться с ребёнком. В этом вы имеете полное право подать у неё в суд и потребовать от неё возможности свидания со своей дочерью. К сожалению, теперь мы живём в разных городах за многих-многих километров. Москва и Сочи, и квартиру Москвы в ипотеку. И как быть, я теперь не знаю. Ну, тут непонятно. То есть, аналас выгналы, где они сразу уехали в Сочи. Странно. Многие скажут, сам виноват, кайф, и грешен нет. Я не собираюсь особо обвинять. А аналас не могу жить без этих двух человек, слишком плотно, три месяца терпеть боль тогда, а сейчас боль такая, и никому не позовите. Ну, с этой болью нужно работать. Когда твой ребёнок машет себе ручкой и плачет, поговорит, папа не уезжает. Ещё раз, это неприятно, ещё раз, это грустно, это тяжело, никто не говорит, что это приятно, но следует отвечать это от того, что вы не можете. Виктор. Торнадцать просто напилась с подругами на НГ, решила так себя поразвлекать и отомстить. А за что? Если аналас стилер, значит, было за что? Супруги я везде в ЧС, за много гейм, честно говоря, жительному здоровому мужику уже не хочется. Это значит, что вам не для чего жить Виктор. Это значит, что своих собственных целей, своих собственных глобальных, глобального ориентира у вас нет. И с этим тоже нужно работать. Вот так, с точки зрения профессиональной психотерапии, вам можно ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok